Сегодня мы для вас распакуем универсальную паяльную станцию АУИ-909 со встроенным лабораторным блоком питания. Приступаем. В комплектацию. Инструкция на русском языке. Также инструкция на английском. Инструкция по сборке держателя паяльника. Вакуумный пинцет. Коробка с аксессуарами. В аксессуарах у нас кабели блока питания. Держатель фена. Паяльник. Запасные насадки для фена. Кабель питания. И вискозная губка для держателя паяльника. Поехали дальше. Собственно держатель паяльника. И основной блок паяльной станции. Паяльная станция АУИ-909 состоит из таких рабочих компонентов. Это обычный контактный паяльник. Термофен. Параметры которых регулируются поворотными энкодерами. С помощью этого энкодера можно установить температуру фена. С помощью этого установить мощность воздушного потока. А этот устанавливает температуру паяльника. Цифровых индикаторов значений температуры на этой станции нет. Она полностью аналоговая. Фактически ее можно было бы считать абсолютно обычной паяльной станцией, если бы не одно «но». В эту станцию встроен лабораторный блок питания. С максимальным выходным напряжением 15 Вольт и максимальным током 1,5 Ампера. Также на передней панели есть регулятор максимального выходного напряжения блока питания. Его можно установить в значении от 0 до 15 Вольт. Блок питания ограничен в своих возможностях. Вы не можете установить ток срабатывания. Поэтому ток отсечки всегда будет на уровне 1,5 Ампера. В случае короткого замыкания сработает защита. Вот так вот она работает. После этого блок питания нужно как бы перезагрузить. Повторно. Напоминаем, что перед эксплуатацией термофена обязательно нужно демонтировать транспортировочный болт. Запустим термофен. Он включается вот этой вот большой кнопкой. Вы слышите, что сейчас поток воздуха минимальный. Мы можем его увеличить. Соответственно, увеличивается шум, который исходит от компрессора. Этим энкодером мы можем установить максимальную температуру. Максимальная температура составляет 480 градусов Цельсия. После выключения паяльная станция обдувается холодным воздухом. И пока температура не установится на уровне 90 градусов, паяльная станция не отключается. Паяльник в этой станции АУЮЭ-Б004. Его мощность 45 Вт. Он не подходит для бессвинцовой пайки. Его следует использовать только со свинцовыми припоями. Паяльник оснащен керамическим нагревательным элементом. Вот таким вот четырехконтактный в качестве термодатчика выступает термопара. Это была распаковка паяльной станции АУЮЭ-Б009. Подписывайтесь на наш канал и следите за нашими следующими видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...